всем здравствуйте дорогие друзья меня зовут юля вы на канале о вязании сегодня у нас среда и я начинаю снимать новый вязальный влог если вам интересно оставайтесь со мной перед вами сейчас находится мой джемпер из полухлопка я вижу вот из такой ниточки это lise cotton gold батик достаточно интересная расцветка 100 граммах 330 метров 55 процентов хлопок 45 процентов акрил и здесь нам спицы рекомендуют от трех с половиной до пяти крючок от двух до четырех я же вижу на спицах номер четыре и цвет 4148 что я уже сегодня сделал у меня на часах пол седьмого утра я проснулась как всегда в принципе 5 и уже успела немного повязать я продвинула лицевую гладь по кругу у меня всего были только петли на петли подреза я провязала буквально три с половиной четыре сантиметра повесила маркеры то есть произошла замена я убрала обычные привычные маркеры и повесила такие красивые замечательные вот прям поднимают настроение и они очень и очень удобно вот прям удобнее ничего не встречал почему я решила заменить обычные маркеры потому что они во время вязания открываются и это жутко неудобно потому что они могут вообще соскочить и в итоге я потеряю место где они были есть конечно и хорошие но вот те что идут такие тугие они открываются есть у меня сейчас вам покажу то что мне больше всего нравится а их наверное тут и нет потому что все что мне нравится она в работе ну вот как то так получилось так что еще что еще у меня же в планах сегодня так как я вчера уже занималась съемкой мастер-класса я хочу сегодня тоже заняться мастер-классом и буду продолжать вязать свой пуловер я вам его уже показывал предыдущих влог вот такая штука на моих спицах я просто вам показываю и заявляю что сегодня буду продвигать то есть после того как отключусь от съемки влога приступлю к съемке мастер-класса мне осталось повторить такой же элемент это связан перед а теперь нужно также связать спинку кто не знает здесь две ниточки это yarnart милана и газал супер кид махер насколько помню это новинка и вам нравится и мне нравится очень такое цветовое сочетание прям по тактильным ощущениям очень мягкое изделие хочу как можно скорее его довязать и уже носить с большим удовольствием а еще дорогие друзья хочу показать вам свой счетчик рядов я вчера записывала для влога но обозвала счетчик маркером и решила вообще вырезать данный кусок посмотрите этот счетчик был у меня как бы на всякий случай я его почти не брала в работу потому что не было ремешка сейчас одну секунду покажу о чем я говорю вот такой резиновой штуки у меня не было она изначально конечно было когда только его получила я уже не помню это был или подарок я не помню да ладно и вот а кто-то мне его подрезал и в результате эксплуатации он полностью короче говоря во время эксплуатации меня стало две половинки ремешка и он и лежал без надобности потому что было жутко неудобно им пользоваться лежал на столе каждый раз нужно было приподниматься смотреть какой ряд ну короче и позавчера ко мне подошла диана и спросил мама тебе что-то нужно сделать она у меня занимается бисероплетением это конечно все здорово вы можете наблюдать на моих руках кольца и я так подумала а на пальце как раз у меня был рабочий счетчик и тут мысль проскочила а диана сделай мне ремешок на вот этот желтый и вот посмотрите какая красота у меня теперь есть посмотрите это очень и очень удобно сейчас вам покажу как я им пользуюсь он хорошо сидит на пальце вот так получается посмотрите все замечательно никуда ничего не крутится потому что сделано под мой размер все идеально почему я раньше до этого не догадалась не пойму ну рада что мысль пришла поздно но она пришла что если друзья у вас есть такая же проблема вот вам на заметку вы принципе можете сами сделать такую себе красоту так все я отправляюсь снимать мастер-класс а вам желаю хорошего настроения всем привет сегодня у нас уже четверг и у меня для вас две новости первая новость это то что я решила организовать совместный проект и для участников совместного проекта по вязанию платка будут такие плюшки вы первыми получите доступ к первым двум частям мастер-класса и сможете приступить к вязанию уже в субботу вот в эту субботу не нужно ждать выхода мастер-класса когда я полностью свяжу платок совместный проект продлится до конца января вы не будете никуда спешить будете вязать свое удовольствие и вы от меня получите всевозможную поддержку мы разберем с вами какие цвета между собой сочетаются как вы видите здесь множество цветов и они хорошо подобраны а также вы видели мои предыдущие платки если нет и вам покажу сейчас вся изюминка таких платков это то что они вяжутся из остатков пряжи мне приходят уже вопросы в инстаграм какой метраж подходит любой который вам удобно будет вязать но я примерно ориентируюсь на спицы три с половиной четыре и вот в этом платке который сейчас у меня в работе здесь идет метраж 280 метров посмотрите вот так это все выглядит вот первая часть это то как начинать вязать платок и как вязать вот такой узор вторая часть мы будем переходить уже на другой цвет и вязать ажур вот этот это все будет совместном проекте цена участия до завтрашнего дня составляет 100 гривен или же 300 рублей уже когда проект начнет свой старт цена увеличится в два раза так что если вы захотите присоединиться пожалуйста я жду вас пишите мне в любую соц сеть в директ это инстаграм телеграм вайдер где вам более удобно мне же более удобно в так что если у вас есть такая возможность жду ваших заявок платок очень классный мне нравится их вязать потому что это сплошное творчество мы подбираем узоры и как вы смогли заметить всех своих платках я оставляю только два узора это шишечки и вот такой полосатый с ажуром вот эти узоры можно менять если вы захотите любой другой узор ажурный но моя рекомендация конечно ажуром вязать пожалуйста и расскажу как можно вписать данное изделие любой другой узор все очень легко и просто вяжется так что я жду вас в совместном проекте будем вязать легко и просто и вторая новость это то что по многочисленным просьбам я решила собрать еще одну группу на курс по развитию youtube канала курс стартует с 15 января проходить обучение можно в любое время доступ к видео остается навсегда открытым если вы любите вязать если вы любите рукоделие и вам есть что показать и вы хотите стать по ту сторону экрана приходите на курс я расскажу вам как правильно вести канал как снимать видео как загружать как делать превью как монтировать видео так что не тратьте свое время на догадки на пробы и ошибки приходите на курс мы это все с вами разберем если у вас хоть раз появлялась мысль открыть свой канал и снимать так как снимают другие значит нужно пробовать нужно открывать не нужно откладывать свою мечту свою цель идею на потом и у меня прекрасная новость так как декабрь продолжается я хочу сделать скидку в 50 процентов на мой курс так что если вы внесете оплату в декабре вы получаете скидку 50 процентов с января цена курса идет без скидки так что если вам интересно пишите мне в директ в instagram и мы с вами обсудим все вопросы итак теперь мы будем говорить непосредственно о вязании у моих новых стартах вы знаете что я участвую совместном проекте успеть начать до нового года автором которого является оля я первого ссылочку я оставлю в описании под видео и последний мой старт это носочки из остатков пряжи я открыла свою корзину сейчас уже показывать не буду уже много раз вы и увидели и я решила взять два вида пряжи это вот такой серый или за супер ваш комфорт сокс и визель сицилия здесь у меня есть этикет конечно уже таком состоянии что страшно показывать но все же вот такая пряжа у меня есть 75 процентов реносовая шерсть 25 процентов полиамид 100 граммах 400 метров спицы рекомендую два с половиной номер три я же взяла свои подарочные спицы номер два за что еще раз хочу сказать огромное спасибо наташа вообще спицы отличные так я решила взять два цвета то есть я из такого цвета уже вязала носочки для дианы мне жутко захотелось себе связать и вот такой серый а потом думаю но это как-то банально что там и он еще как-то очень темный получается я подумала а почему бы не добавить более ярких оттенков и решила выбрать вот такие остатки для того чтобы связать манжет пятку и мысок но хорошо что я их выбрала вчера потом пошла спать утром проснулась и поняла нет это не подойдет это по крайней мере мне кажется очень и очень ярко здесь пряжа секционное окрашивание тут тоже она не однотонная но как-то прям несочетаемо как вам напишите пожалуйста правильно я все подумала или вы бы связали такие носочки и тут я решила что есть у меня очень такой нейтральный цвет я бы его взяла в работу и повязала я из него изначально хотела вязать однотонные носочки это снова же элизе супервош комфорт сокс цвет 152 насколько я помню он матки очень классный но носочки из него связать мне стало ну практически нереально вот все не то все не это и были роспуски и начинал уже там резинку вязать я решила как раз взять данный цвет и ни капли не пожалела давайте посмотрим что получается дорогие мои вот такая прелесть это мои новые носочки я сейчас думаю или на продажу их свяжу или себе но хочется все-таки на продажу вяжу на спицах номер два получаю колоссальное удовольствие это чагу плотность мне очень нравится начала вязать однотонным цветом резинка 3 на 1 и провязала всего 10 рядов затем я тоже думала что вот этим цветом провяжу 10 рядов но мне показалось как-то маловато я решила связать целых 20 вот такой будет пагалинок и сейчас буду уже переходить на пятку с пяткой конечно есть вопросы я сомневаюсь как ее хочу вязать каким узором но резинкой 3 на 1 вряд ли резинка один на один ну возможно может быть скрещенной лицевой или же вытянутой петли как я делала только когда я вязала ранее пускала нить перед работой а здесь возможно я пущу за работой как вариант можно принципе попробовать но мне очень нравится сочетание такое уютное домашнее вообще супер думаю что носочки свяжу быстренько потому что они не высокие но очень очень привлекательные классные так что это мой первый старт которым я довольно на 1000 процентов будут продвигать здесь нет ничего сложного буду вязать свободное время дальше какой у меня же новый старт новый старт он как бы не является участником совместного проекта это вот такой пряжи lise baby wool цвет 382 если от него этикетка может быть нет потому что я сегодня брала два матка нет я сейчас вижу вот из этого цвета 224 дробь один так что здесь 50 грамм 175 метров 40 процентов шерсть 40 процентов акрил 20 процентов бамбук я же все таки не удержалась и начала вязать шапку шапку бене двойную и вы меня бросите мастер-класс честно дорогие мои я немного смущаюсь ну вот очень много мастер-классов на других каналах и вот не знаю стоит ли снимать мастер-класс давайте так я свяжу шапку если будут пожелания чтобы лично я сняла мастер-класс тогда я свяжу вторую возможно диане диане по-любому понравится то что получится я сниму обязательно если будут у вас пожелание просто так я снимать не буду так вот я же связала образец взяла спицы два с половиной одиновал с пупырками связала вроде бы как бы нормально набрала воздушные петли крючком подняла петли для шапки чтобы вязать ее двойную и там же у меня тросик идет 100 сантиметров я вижу вижу этот тросик мне мешает он постоянно под руками под пальцами путается жутко неудобно я плюнула распустила все но и провязала буквально там 5 рядов но само поднятие петель это еще то удовольствие приходится тратить много времени я распустила взяла спицы ади обычные не даже не знаю как не называются с красным тросиком длина лески 60 сантиметров подняла петли не вязала образец то есть то что я рассчитала на плотность спицы два с половиной я набрала то количество петель на спице номер три вроде бы все хорошо все отлично мне нравится вязать но я понимаю сейчас что ширина очень большая для моей головы обхват у меня 40 44 54 сантиметра до я взяла сантиметровую ленту и думаю ну измерю сколько у меня там плотно что получается так давайте посмотрим на расчеты первом варианте когда я вязала образец на спицах два с половиной у меня плотность в одном сантиметре 2,9 петель и мне нужно было набрать 136 петель а уже когда я разочаровалась в ширине шапки поняла что здесь что-то не так уж очень она большая я решила измерить уже на вот этом образце сколько у меня сейчас петель в одном сантиметре и выходит 2,2 петли и мне при таком раскладе нужно набрать 100 петель вы представляете 136 и 100 петель ну я немного расстроилась понятно что этот процесс я забрасывать не буду у нас достаточно прохладно нужна мне обязательно шапка покупать я тоже не хочу так как постоянно когда я хожу покупать какая-то суета происходит я уже согласна что либо бы только купить мне это конечно не нравится лучше я свяжу несколько шапок но вообще бини мне идут у меня есть бини принципе неплохо и есть у меня также шапка тыкалка вроде бы как бы макушка и связана из она из пряжи пух норки в сером цвете но сейчас такая погода снега нет мороз не сильный и носить шапку из пуха норки не очень мне хочется поэтому я решила связать вот с такой полушерсти буду смотреть конечно распускать придется сейчас даже не буду сейчас это делать может кому-то это не очень нравится когда распускают процессы не буду смущать как-то так дорогие мои ну вот видите куда-то спешу постоянно интересный фильм смотрела ну и натворила делов нужно было распустить то что было связано спицах два с половиной и связать сначала образец на тройке только потом поднимать петли хорошо что не нужно распускать вот эту косичку это очень здорово она остается стабильной а так что еще дорогие мои да в принципе я больше ничего не вязала кроме кроме пуловера я сейчас хочу его вам показать как он у меня выглядит я продолжаю снимать понемногу мастер-класс тем более когда дети были в зуме занимали мой рабочий кабинет если это можно так назвать возможности не было снимать а сейчас конечно сегодня завтра почему бы и нет поэтому показываю что у меня связано уже на манекене все стороны на себе не примеряла в принципе что там примерять это же не в облипку я вижу там есть свобода облегания на мне по-любому она будет сидеть но если не хорошо то нормально вот такая красота у меня сейчас в работе я очень-очень довольна ну опять падает нужно кирпичи пускай так так это пуловер я вижу из двух видов пряжи газал газал yarnart милана и газал супер гид мохер вот темная ниточка мохер а светлая милан что у меня уже сделано я связала полностью перец связала полностью спинку соединила плечевые скосы методом трех спиц почему такая пауза потому что до сих пор не понимаю как правильно говорить или плечи соединила плечевые скосы как это называется место по отдельности я не знаю до методом трех спиц ну и конечно сформировала скос плеча все как положено мне нравится в образная горловина здесь опять-таки подтяну вот в эти места не разойдутся будет здесь хорошо все спинка у меня связано также вот чему я очень рада и это прямо освободило меня от того что нужно отдельно снимать и как вижу перед отдельно снимать как вижу спинку ну и это такой достаточно легкий вариант мне кажется так дальше я уже подняла петли на рукав тоже показала это по мастер-класс посмотрите мне очень нравится вот эта линия вот когда я так делаю все ровненько классно и продолжаю вязать вижу как вы видите у меня здесь две разные спицы пять с половиной номер пять ну я так принципе весь пуловер и вязала мне нравится легко вязать так что я вижу рукав может сегодня его и свяжу я показала как поднимать петли поэтому я могу полностью связать рукав связать начать 2 вязать рукав и уже когда довяжу до манжета потом только подключить и снимать мастер-класс вот и все ну вот так получается сейчас покажу вам полностью здесь ящик с новой пряжи что не обращайте внимание вот так получается если бы этот пуловер был немного посветлее то есть бежевом цвете сочеталась бы очень хорошо с юбкой она голубая но если вязать только из милана милану то было бы здорово но тоже неплохо как вариант почему бы нет так что мастер-класс скоро будет на моем канале будем вязать с вами вместе так получается мне очень нравится а теперь мы посмеемся с вами вместе дорогие мои сейчас будет совсем не вязали но очень уютная и домашняя вы знаете что мне наташа прислала вторую посылочку за что ей огромное спасибо я не устану благодарить потому что это море позитива море вдохновения море доброты вот прям не только для меня но для детей и вообще очень классное настроение было и там посылки была свеча свеча бомбическая очень приятный запах кто не видел данное видео я ставлю подсказку верхнем правом углу вы сможете перейти посмотреть вот так вам покажу и также я в этом видео в обзоре с посылкой говорила что если вам интересно я расскажу как правильно зажигать свечи чтобы их на дольше хватало и был приятный запах и также я еще уточнила что услышала эту информацию в интернете но не пользовалась этим и вчера я решила зажечь данную свечу все сделала как говорили в интернете прям все 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 как показывали я не знаю как сказать по-другому я сейчас расскажу как должно быть и как получилось у меня вы видите когда вы получили новую свечу там купили принесли в дом вы должны отрезать вот этот фитиль фитилек как называется правильно зажигаете то есть отрезали оставили маленький кончик зажгли свечу и поставили и вы не должны ее гасить до тех пор пока полностью воск не расплавится вот полностью до ободка вот этого не должно быть должно быть как здесь и когда у вас все расплавилась и вы же не хотите чтобы она горела тогда берете какую-то металлическую плоскую штуку и накрываете она тогда потухнет самостоятельно так вот я в принципе все это сделала отрезала зажгла поставила на стол снимала видео снимала я или не снимала уже не помню и вот эта стенка всегда оставалась я поняла что наверное все таки у меня неровный стол или еще что-то отнесла поставила в книжный шкаф тоже потом уже другая сторона расплавилась 2 осталось ну вот как-то мне не повезло вот тут уже дети еще и пальцами оставляли свои отпечатки ну дорогие мои я вам рассказал как правильно то есть мы получаем свечу отрезаем чтобы был только маленький маленький кончик зажигаем ставим на ровную поверхность и ждем пока все расплавится что не будет вот такого ободка и только тогда когда вы уже не хотите чтобы она горела вы накрываете ну какой-то поверхностью металлической может у вас крышка есть накрыли есть свечи с крышками продаются вот именно крылья кислород ушел свеча погасла все следующий раз когда вы во второй раз будет сжигать отрезаете снова фитиль вот это черное отрезайте тогда не будет запаха гари вы отрезать ну конечно оставляйте кончик чтобы можно было зажечь во второй раз и повторяете то же самое тогда свеча у вас будет правильно гореть и и будет на дольше хватать у вас не будет вот такой ложбинки ну вот давайте смеяться вместе мне было смешно вот я вам рассказала что я вам покажу я сумею я на сто процентов была уверена что у меня получится но в итоге когда я поняла вчера что у меня ничего не получается а комментарии с тем что юля хотим чтобы ты показала как правильно зажигать приходят и приходят и я думаю что мне показывать ну думаю расскажу свою историю и поделюсь тем как правильно делать ну должна быть более ровная поверхность в принципе у меня стол ровно я не знаю почему так может дом как-то неровно стоит что вряд ли вот так что на такой даже не знаю на какой ноте для меня немного смешной я буду с вами прощаться спасибо огромное что вы были со мной также напоминаю про совместные проекты на платок приходите если у вас есть желание будем вязать будем смотреть мастер-класс учиться вязать правильно делать прибавки убавки и если у вас есть желание попробовать себя на ютюбе открыть свой канал научиться правильно его вести выйти на доход и зарабатывать не только получать удовольствие при рукоделе но еще получать какие-то материальные блага приходите приходите дорогие мои я вас жду я желаю хорошего настроения обижите вяжите с удовольствием и всем пока пока